Ну и, конечно, Ньютон, последний наш научный именно герой. Система мира большой механизм. Чувствуете, да из мир есть система, и мир — механизм. Законы функционирования отдельных его частей выявляются путем индукции через наблюдение эксперимента. Появляются методы индукции от частного к общему. Существование Бога может быть доказано философией природы на основании космического порядка. Возникает космический порядок. И с помощью него он есть доказательство бытия Бога. Чувствуете, как красота, гармония, математичность мира доказывает, что мир был создан. Ограниченный и контролируемый опытом рассуждения — идеизм. То есть у нас есть опыт, есть та инстанция истины, которая в философии нового времени буквально расцветет. Что здесь важно? Опять же, процитирую, позволю себе. Эта удивительная система Солнца, планеты и комет могла появиться только по проекту премудрого и могущественного существа. То есть Бога. Видите, Ньютон верит в божественное и наделяет его главной ценностью во всей этой эпохе, о которой мы сегодня говорим. Актом создания мира. И если неподвижные звезды являются центром других аналогичных систем, все они образованы по идентичному намерению, должны подчиняться господству единого. Особенно потому, что свет неподвижных звезд имеет ту же природу, что и свет Солнца. Ведь свет обладает проходимостью системы к другим. А что неподвижные звезды не падали из-за тяжести одного на другого, он поместил эти системы на огромном расстоянии друг от друга. Здесь, конечно, такая немножко еще все еще наивная. Все-таки попытка понять соразмерность космического пространства. Здесь уже люди понимали, что это огромные расстояния. И даже у Ньютона мы видим правила философского рассуждения. Ньютон в этом смысле очень близок к философии. Не следует допускать причин больше, чем достаточно для объяснения видимых природных явлений. Принцип экономии в использовании гипотез. Это, кстати, правило, которое все еще абсолютно актуально. Одни и те же явления мы должны, насколько возможно, объяснять теми же причинами. То есть чувствуете экономию мышления. У нас есть единые законы, с помощью которых можно объяснить, как падает пультик и как падает телефон. Это предметы, они падающие. У нас должны быть одни причины падения предметов. Свойства тел, не допускающие ни постепенного увеличения, ни постепенного уменьшения, проявляющиеся во всех телах в пределах наших экспериментов, должны рассматриваться как универсальные. Поиск, видите, универсальных истин. Ну и последнее в экспериментальной философии суждения, выведенные путем общей индукции, следует рассматривать как истинные, несмотря на противоположные гипотезы, которые могут быть вообразимы до тех пор, пока не будут обнаружены другие явления, благодаря которым эти суждения или уточнят, или отнесут к исключениям. Мы здесь видим, по сути, формулирование некоторого научного подхода к пониманию мира. Плюс, конечно, Ньютон, такой автор, тоже еще одно укрыло это выражение, гипотез не измышляя, потому что, конечно, гипотезы важны, но такой некоторый внутренний каркас научного знания – это поиск абсолютной истины. И вот этот шлейф научного знания я хочу, чтобы мы с вами удержали, и сейчас мы с вами перейдем в философию нового времени, где это знание будет применяться уже в непосредственно философском разговоре. Итак, мы с вами переходим к новому времени. Хайдеггер, великий философ 20 века, будет называть это временем картины мира. Давайте поговорим о некоторой базовой характеристике философии нового времени. Во-первых, наука как исследование, мы это с вами зафиксировали. Во-вторых, возникает такая эволюция и пиетет перед машинной техникой. То есть, таким, знаете, некоторым развитием инструментов дальше. Потом, процесс вхождения искусства в горизонтной эстетике. Постепенно искусство становится важным способом именно эстетического разговора. Мы об этом, о том, что это значит, поговорим в следующий раз. Там будет важный момент, связанный с эстетикой Канта. Потом, культура, реализация верховных ценностей путем культивирования высших человеческих достоинств. Культура превращается, и довольно частенько будет, и до, и, ну, до бывало иногда, дальше частенько будет пониматься, как, знаете, эмблема человеческого достоинства. Потом, десакрализация, то есть, уничтожение важности и ценности божественного, в новом времени, разумеется, продолжается, и появляется субъектно-объектная парадигма. Мы ее уже с вами обсудили. И вот, давайте зафиксирую. Картина мира, сущностно понятая, означает таким образом не картину, изображающую мир, а мир, понятый как картину, то есть мир, понятый как объект перед нами, понимаете? Вот это время картины мира, моменты, когда мы понимаем мир, понятый как объект, прекрасный в своем некотором инструментарном смысле, фиксируется в философии нового времени. Причем, мало того, что это красиво, как это некоторые картины, истина то, что сделано, или точнее поздно только то, что может быть воспроизведено, сконструировано, пережито. Это тоже безумно важно. Истина искусственная, истина сделанная. То есть, настоящая истина, это то, что можно повторить. Настоящий истинный закон, это закон, который, сколько бы раз мы не проверяли, постоянно пультик будет падать. Вот это значит истина закона. То есть, истину можно реализовать практически. Это принципиально важный момент истины, понятый в философии нового времени. Ну и, конечно, инструментарности. И вот Бекон, а мы с него начнем с вами философию нового времени, говорил, что три инструмента, три изобретения, по сути, даже лучше так сказать, изменили ход европейской культуры. Это книгопечатание, это компас и это порох. Это такие три изобретения, которые повлияли в своих областях, но в сумме влияют на все развитие европейской культуры. И тут, собственно говоря, мы переходим к Бекону и начинаем с вами разговор о философии нового времени. Кто такой Фрэнсис Бекон? Это человек, который, по сути, осмысляет новую научную парадигму в истории философии. Он исследовал, что такое наука, как она работает, вернее, помните, не что, а как. Как она работала в истории человечества. Потом, он формулирует этику научного исследования вопреки менталитету магического типа. То есть он формулирует, что научное исследование, экспериментальность, доказательность, совершенно другой способ мысли и понимания мира, чем магия. Сформулировал теоретические основы новой техники. То есть это теоретик нового инструментарного подхода к миру. Причем у него такой материализм, атомистический, то есть отдельный материализм, мы об этом поговорим. Истина, дочь времени, а не дочь авторитета. Тоже безумно важная для философии нового времени и дальнейшего развития философии мысль. То есть настоящая истина. Во-первых, дочь эпохи, а не конкретных людей, а не дочь авторитета. И во-вторых, конечно, она дочь эксперимента и экспериментального знания. И дальше человек это истолкователь природы. И опять же, структура человека и то, какое место он занимает в мире, это именно исследование этого мира. Понимаете? Исследование и изучение этого мира. Бекон в традиции истории философии занимает именно позицию, во-первых, материалиста, эмпирика, то есть нового эмпирического способа достижения истины. И, конечно, человека, который именно в философии. Вот до этого мы с вами говорили про научную революцию. Там кто были? Там были ученые. А это именно философ, который осмысляет важность и степень авторитета именно науки. И то, что она должна заниматься другим. Помните, он исследует историю науки, говоря о том, как раньше было научное знание, как оно реализовывало себя. И он говорит, что все было не так. И надо изменить отношение к науке и значение науки. Знание, а знание, разумеется, понимаемое как научное знание, есть сила. Сила практическая. То, что можно реализовать, то, что можно применить. И, конечно, наука, и отсюда, знаете, знание сила, ну, афоризм. И отсюда, конечно, наука-служанка природы. То есть мы должны исследовать и подчинять научное знание природе. То есть естественному ходу вещей, естественным законам мира. И дальше он, собственно говоря, разворачивает перед нами значение науки. Во-первых, наука может и должна изменить условия человеческой жизни. Понимаете? Знаете, наука это не просто размышления узко какого-то людей, которые там, о господи, как это работает. Нет. Наука должна максимально сильно воплощаться и реализовываться в практическом повседневном поле. Она должна помогать человеку, проще говоря. Не быть отвлеченной системой умозрения, а реально нам помогать. Такой, знаете, вот этот утилитарный принцип, что все должно быть в пользу практического. Вот тут и возникает. Потом, конечная цель науки. Изобретение и открытие. Их использование для улучшения жизни людей, умножения их власти над природой. То есть цель науки найти такие, изобрести такие системы, такие изобретения, собственно говоря, такие достижения научной мысли, которые можно было бы использовать в реальной жизни для улучшения жизни людей. Чувствуете практический тон, тон, открытый для социума. Это тон, который наука здесь берет на себя. Дальше. Познавая природу и объясняя ее с помощью науки, человек получает возможность господствовать над ней. То есть наука не просто инструмент человеческого способа познания мира. Именно с помощью нее мы получаем власть над природой вокруг нас. И, конечно, метод. Это путь, главное средство исследования. Именно метод становится тем ключевым камнем научного знания, который позволяет изучать природу. В основе научного познания должны лежать индукция и эксперимент. И, опять же, именно Бек, оно принадлежит право называться таким главным авторитетом, первым человеком, который вводит понятия эксперимента и логики индукции для развития и изучения природного мира. Но перед этим, перед тем, как мы исследуем истинный путь метода, у нас есть определенные идолы, которые мешают нам. Понимаете, идолы – это такие остаточные принципы человеческого мышления, которые мешают человеку мыслить истинно, то есть с помощью научного метода. Отсюда идолы так тесно на самом деле связаны с иллюзиями и с идеологией. Вы понимаете, что идеология, а то, как ее критикуют обычно в истории философии, особенно XX века, идеология – это некоторый готовый способ мышления, который закрывает нам взгляд на истину. И поэтому идолы очень связаны с идеологией в этом смысле, как иллюзорный, уже готовый раз и навсегда способ познания истины, расстановки приоритетов. Философия всегда против идеологии. Философия очень аккуратно пытается разграничить зону влияния себя самой и идеологии как таковой. И вот у Бекона, который пытается найти истинный способ мышления о мире, есть теория идолов. Идолы рода – это, собственно говоря, какие-то, знаете, ограничения человеческого ума как такового. Идолы пещеры – отдельные заблуждения конкретных людей. Ну вот там конкретно Никита там, что не любит апельсины, потому что какие-то заблуждения есть, как у меня, как у человека, я в своей пещере в этом смысле. Идолы площади – это проблемы языка. Площадь – это что? Это коммуникация. И наш язык, и здесь, кстати, начинает развиваться и дальше усложняться теория и философия языка. Сам язык, сам наш способ работы с понятиями, сам наш способ абстрагирования знаний как такового, язык – это абстракция, уже здесь возникают проблемы с использованием языка. И четвертое – это идолы театра, то есть другие философские системы, то есть некоторые представления о мире другого типа. Это все мешает истинному познанию мира. В чем это истинное познание мира? И тут несколько вещей, которые я набросал именно из концепции Беккера. Давайте их немного обсудим. Во-первых, идеал науки как силы, призванный изменить природу и человека. Чувствуете, наука есть изменение. Вот это та концепция, которой мы прорываемся сквозь идолов. Улавливайте, да? Итак, идеал науки как силы, признанный изменить природу и человека. Истинное знание открыто и принадлежит всем. Опять же, помните, как раньше, там, мистики, схоласты, эпоха Возрождения – это знание уникальных людей, это знание какое-то закрытое, знание, доступное для меньшинства элитарного или умственного. Здесь научное знание внутри себя содержит, помните, социальный посыл. Оно есть достояние всех. Это очень важно учитывать. Наука не бывает, настоящая наука, а здесь именно про нее речь, не бывает замкнута внутри себя, закрываясь от мира. Нет, это есть продукт данный социуму как таковому. Соответственно, дальше. Разумеется, философия слов должна замениться философией дела. Помните, вот этот пиетет практического, это мы с вами уже фиксировали. Потом, человек, слуга, интерпретатор природы, это тоже понятно. Дальше. Задача и цель человеческой науки заключается в открытии формы природы, природного отличия, то есть особых свойств породы, источника эманации. То есть мы должны с вами изучать свойства природы как таковой. Бекон утверждает, что познавая природу и объясняя ее с помощью науки, человек получает возможность господствовать над ней. Опять же, фиксируем этот момент. Господство с помощью научного знания. Откуда это истинное знание? Разумеется, из опыта. Истинное знание выстекает только из опыта. Невозможно его получить другим способом. У нас есть две логики работы с опытом. Дедукция и индукция. Дедукция – это метод, основанный на том, что из некой умопостигаемой общей истины выводятся частные конкретные случаи. То есть от общего к частному – это дедуктивный метод. По Бекону нужно идти обратным путем, набрав частные случаи, то есть наблюдение конкретных фактов, обобщить их и приходить к общим правилам, на основе которых открываются законы, то есть форма чистого действия. Индукция, индуктивный метод работает наоборот. У нас есть конкретные наблюдения, конкретные факты, и мы из них выводим законы. Это что? Правильно. Научный метод по преимуществу. Индуктивный. Все новое время практически будет заниматься именно этим способом мысли. Пойдемте дальше. У Бекона, и тоже я всегда пытаюсь показать, что научная такая мысль философская с научной характеристикой, которую мы здесь видим, она, прошу прощения, она, понимаете, она не сухая. Вот я специально поэтому подобрал, хочу показать вам три пути развития науки по Бекону. Путь паука, ну, чувствуете, это металл, это красивый текст на самом деле. Путь паука или путь догматика, который плетет из своего разума паутину философской системы. Это ложный путь. Путь муравья или путь эмпирика собирает факты, не делает из них выводов. Заметьте, Бекон против чистого такого, знаете, прямолинейно понятого эмпиризма, когда мы просто фиксируемся на фактах, тогда они нам ничего не дадут, мы будем постоянно погружаться в хаос этих восприятий. Путь пчелы или истинный путь собирает факты, классифицирует их, обобщает и приводит к открытию законов. Вот тот метод научного знания, который выносит Бекон, который влияет на всю дальнейшую историю европейской мысли. Следующий наш герой, Рене Декарт. Человек, который, по сути, ассоциируется с философией нового времени, автор той самой фразы «Я, мой сосед, не существую» и так далее. То есть Декарт невероятным образом влияет на историю философии. Это одна из главных ее вех, одна из главных ее открытий. Декарт, по сути, знаете, предлагает так много точечных осмыслений, что с ними потом философия будет спорить, негодовать, либо, наоборот, развивать вплоть до сегодняшнего дня. Что делает Декарт? Давайте немного обсудим его теорию. Во-первых, давайте с самого простого начнем. Декарт говорит, что мир — это механические часы. Вот то, что, помните, я рассказывал про деизм, как мир, как готовый механизм. Это все в Декарт абсолютно хорошо ложится. В мире нет никакой пустоты. Мир — это некоторая тотальность сущего. Мир исчислим и динамичен. Тоже понятно, что мир — это динамика. И мир можно высчитать. Если в мире античности и Средневековья естественное состояние тела было покой, как мы с вами помним, а потом кто-то добавляет движение, и тело двигается, а движение аномалии, то теперь покой — это состояние движения. То есть теперь движение — есть универсальный принцип материи, принцип всего, на самом деле. Все движется. И, конечно, Декарт очень тесно связан с идеей врожденных идей. Извините за тавтологию. По Декарту мы сейчас с вами пройдем его путь сомнения, который приводит его к тому, что идея Бога, ее невозможно получить эмпирически, ее невозможно вынести из познания мира. Поэтому Декарт приводит к выводу, что у нас есть некоторые идеи, которые даны нам до опыта. Он называет их врожденными идеями. И идея Бога — это идея, которую невозможно получить извне. Соответственно, она принадлежит нам изначально. То есть она врожденная нам. Об этом мы еще будем говорить. Итак, давайте обсудим его философию. Метафизика Декарта. Мир бесконечно протяжен. То есть мир есть некоторое бесконечное протяжение, бесконечное, собственно говоря, движение, исчислимое. Он материально единообразен. То есть в мире есть одна материя как таковая. То есть, помните, как Галилей говорил, Луна и Земля неразличны. Он отвергал любое различие. Здесь это продолжается. Материя может делиться до бесконечности. То есть материя — это некоторое неисчислимое до бесконечности пространство. Пустота или пространство, не содержащая никакой материи, является противоречием. Следовательно, пустоты нет. То есть мир и есть материя. Если в мире есть место, где нет материи, это не мир. Поэтому нет пустоты. Все есть некоторое пространство. Это тоже очень важно. Потом, Декарт что делает? Декарт выводит правила метода. Опять же, чувствуете, метод — это наше все в философии нового времени. Никогда не принимать ничего на веру, в чем с очевидностью не уверен. Опять же, здесь давайте тоже сделаем маленькую ремарку. Философия здесь выдает нам такие суждения, которые принадлежат на самом деле и нашему с вами актуальному веку. Их надо не забивать, когда мы изучаем или исследуем любую область, даже не связанную с философией. Итак, никогда не принимать ничего на веру. В чем с очевидностью не уверен. Понимаете? Он всегда сомневается во всех основаниях. Это принцип Декарта. И принцип, как вы помните с лекции по античности, принцип философского знания — сомнение. Здесь оно никуда не уходит, а наоборот расцветает. Сомнение — есть метод. Разделять каждую проблему, избранную для изучения, на столько частей, сколько возможно и необходимо для наилучшего его разрешения. А вот это уже будет идти дальше в истории философии. Мы берем любой феномен и пытаемся разделить его на более мелкие части, чтобы в подробности изучить каждый. Так называемый анализ, разделение. Аналитическая в этом плане мысль. Мысль, использующаяся методом анализа, будет расцветать у Декарта. Ой, прошу прощения, у Декарта, понятно? У Канта того же самого. У Канта мысль все постоянно делит. Дальше. Располагать свои мысли в определенном порядке, начиная с предметов простейших и легкопознаваемых и восходить мало по малому, как по ступеням, до познания наиболее сложных, допуская существование порядка даже среди тех, которые в естественном ходе вещи не предшествуют друг другу. Чувствуйте, от простого и мельчайшего к сложному и комплексному. Вот это путь науки, путь Декарта. Последнее правило. Делать всюду перечни, настолько полные обзоры, столь всеохватывающие, чтобы быть уверенным, что ничего не упущено. То есть чувствуете, такая концентрация на том, чтобы все было сказано и все было систематизировано. Это, конечно, философия, которая выглядит как наука, как система. Итак, философия, у нее есть метод. Сомнение – это метод философский. И это обязательно условие достижения истины. Чтобы найти что-то истинное, нужно во всем сомневаться. И таким образом, с помощью сомнения, он приходит к первоначальному правилу. Я мыслю, следуя я существую. Когита эрго сум. Ключевая фраза Декарта и по сути всей эпохи Нового Времени. Что она значит? Декарт говорит, давайте найдем основание всего. Это поиск оснований знания. Он говорит, что можно сомневаться во всем. В мире, в предметах, в моей чувственности, даже в Боге. Но единственное, в чем я не могу сомневаться, это само сомнение. Это сам акт мышления. Поэтому я мыслю, следовательно, я существую. И что интересно, Декарт будет развивать дальше свою систему, которая выглядит, если ее схематизировать, примерно так. Не пугайтесь, сейчас все поймем. Он говорит, что есть наше мышление, оно изначально. Окей. Но есть же и мир протяженный, мир вещественный как таковой. Поэтому Декарт с очевидной для него истинностью выводит существование двух вещей, или двух субстанций, как еще это называется. Вещь мыслящая и вещь протяженная. И эти две вещи, либо мир духовный, мир материальный, понимаете, они не сводимы друг к другу. Между ними есть онтологическая, то есть бытийственная разница. Но единственный по Декарту субъект, который совмещает себе эти две вещи, это человек. В человеке есть и мысль мыслящая, вещь мыслящая, и вещь протяженная. Мы с вами принадлежим ходу и порядку материального мира, при этом обладая мыслительным аппаратом. То, как совместить в человеке непротиворечивым образом эти две как бы субстанции, Декарт попытался, но у него, будем честно, не получилось. Отсюда идет психо-физическая проблема в истории философии. Как? В теле, возможно, душа. Декарт будет ее связывать в шишковидной железе, пытаться как-то понять, что она где-то все-таки вещь мыслящая как-то фундируется в мире естественном, в мире природном, но это все очень-очень рассыпается, и философия не может решить эту проблему. И на самом деле даже современная когнитивистика не может ее тоже решить. Пойдемте дальше. Как вы чувствуете, мы идем довольно бодро, ну, потому что я хочу максимально полно перед вами представить философию нового времени. И здесь давайте еще раз зафиксируем. Философия нового времени это момент. С философии как метафизики, размышляющей о сущностях, мы переходим в философию как гнисиология, философию как познание мира. Философия нового времени. Продолжение следует...